Новости в эфире Ориен ТВ. С вами Анастасия Шахмут. Главное сегодня в материалах наших корреспондентов. У Оренбурга нет главы. Мэр ушел с поста. Подробности и последствия жуткой аварии на трассе возле Солилецка. Зима на улице, весна в квартире. Копели в доме в переулке Токарном. Мэр Дмитрий Кулагин ушел по собственному желанию. Сегодня было написано заявление о сложении полномочий. Информацию подтвердили в мэрии. Сегодня у Дмитрия Кулагина последний рабочий день. В конце дня он собрал свою команду для объявления этой новости. Напомним, что Дмитрий Кулагин занял пост мэра после выбора его кандидатуры к комиссии год назад. Его оппонент Сергей Чуфистов стал первым заместителем. Как предполагали многие аналитики и политологи, персона Дмитрия Кулагина в преддверии выборов губернатора была согласована не случайно. Сейчас, по одной из версий, он вновь вернется на работу в правительство. Сложилось мнение, что и темпы там подбора команды, и то, как это происходило, и с каких уровней людей приглашали, и с какой, может быть, неустроенности их на данный момент, их карьеры, и везли в Оренбург, потому что, называется, осталось, или то, что выброшено на обочину, там, где-то в Екатеринбурге или еще где-то. Вот, порой такое складывалось впечатление, но я не про Ильиних в данном случае, а вообще, вот, такое впечатление складывалось, что у Паслера команды, может быть, и нет, вот, или она такая бедненькая, скамеечка там узенькая, и поэтому набирает, так сказать, обы кого и не по тому уровню, который предполагает предстоящая работа. Потому что, если взять, там, нашего министра образования областного, например, то понятно, что человек, пришедший чуть ли не с руководством там колледжем, вдруг на областное министерство, не может не вызывать сомнений в своей компетентности, в масштабе видения и так далее. Вот, точно так же, практически, там, маленький моногород, там, Североуральск, не вообще объемом и сложностей задач, он вообще не сравним с Оренбургом, он тоже, конечно, не может не вызывать сомнения. Получается, что схема, о которой говорили последние три месяца, становится все очевиднее. Исполнять обязанности мэра будет первый заместитель. Эту функцию неделю выполняет Владимир Ильиних, приезжий из Екатеринбурга. Впоследствии его пророчат на пост мэра. Напомним, у него в Юридиме есть управление небольшим городом, Североуральском Свердловской области, это примерно, как Сорочинск в Оренбургской области. Последние годы он был депутатом ЗАГСОБа, давно знаком с губернатором Денисом Паслером. И уже начались разговоры о создании новой команды в администрации города. На прошлой неделе появилась неофициальная информация, что на место зама главы ОЖКХ Сергея Чуфистова вернется в мэрию Татьяна Малышева. Чиновник из Северного округа Татьяна Климатова заменит на посту зама по социальным вопросам Валентину Снатенкову. А вместо ушедшей на повышение в министерство Нины Гордеевой управлять образованием в городе придет Елена Иванова, директор 5-го лицея. По данным нашего телеканала, завтра со своих постов уйдут два главы округов, Игорь Бунигин и Артем Гузаревич, а также заместитель главы по социальным вопросам Валентина Снатенкова. Есть версия о будущем месте работы Артема Гузаревича. Он пойдет на повышение, в здании мэрии может занять пост заместителя, а в будущем, возможно, и первого зама. Сами предполагаемые кандидаты эту информацию пока не подтверждают, молчат и в мэрии. О происшествии на выходных. Пострадавшие в жутком ДТП на трассе возле Солилецка в тяжелом состоянии об этом сегодня рассказали врачи Солилецкой больницы, куда с травмами поступили пострадавшие. Они в реанимации. Остальные участники аварии, 4 человека, погибли на месте. Напомним, накануне на трассе Оренбург-Акбулак столкнулись два автомобиля. После удара машины загорелись. За несколько минут они выгорели дотла. По уточненным данным, это были Тойота и Мерседес. Водитель и три пассажира Тойоты скончались. Три пассажира и водитель Мерседеса с серьезными травмами доставлены в больницу. По словам очевидцев аварии, на дороге минивэн резко свернул и получило слабовое столкновение, возможно, из-за поломки авто. Огонь вспыхнул мгновенно. В мини-автобусе, скорее всего, заклинило дверь, поэтому люди не смогли выбраться. Сотрудники полиции пока не сообщают. Деталь ДТП ведется проверка. Под свой контроль и расследование аварии взяла прокуратура. Проезд по улице Терешково-Оренбурга, где неделю назад рухнул мост, открыли с опозданием. Хотя федеральному агентству РИА Новости, источник в правительстве Оренбургской области, сообщил, сегодня в 10 утра по Москве движение по улице Терешковой возобновлено. Аварийные службы закончили ликвидационные работы после обрушения конструкции моста. На самом деле в это время сотрудники госавтоинспекции заставили дорожников разделить транспортные потоки, идущие из города, и на въезд в него. Двойную сплошную у въезда на путепровод не начертить, да и металлические ограждения требуют времени. Воспользовались подручными средствами, пластиковыми буями, которые используются для перекрытия движения на время ремонтных работ. То, что они полы и дуновение ветра даже от проходящего большего груза не выдержат, вероятно, не подумали. А может так старались выполнить команду, открыть движение в срок. В 10 часов по Москве. Напомним, вечером 2 декабря на улице Терешковой у выезда из города обрушился вяду к обходу города Оренбурга. В результате происшествия произошло заваливание пролета моста 150-200 метров. В момент обрушения на путепроводе находились два автомобиля, грузовик «Мерседес» и легковой автомобиль «Лада Привора» под мостом. Два человека пострадали. Они с травмами средней степени тяжести проходят лечение в больнице. Строители за несколько дней вывезли 1500 тонн железобетона. Губернатор пообещал вместо разрушенного моста новый. Следователи возбудили уголовное дело. А вот манипуляции со знаком, разрешающим максимальную массу, идут не в пользу находчивых министров. У правоохранительных органов с каждым днем становится меньше претензий к водителю груженного щебня «Мерседеса». Оренбургских дачников пока не стали отключать от электричества. Но проблем от этого не убавилось. В минувшее воскресенье вышел последний срок, который дали жителям СНТ Карачи для перехода на прямые договоры. Тем, кто не пройдет эту процедуру до 8 декабря, энергетики должны были прекратить подачу энергии. Новостью об отключении от электроэнергии жители СНТ Карачи были, мягко говоря, ошарашены. Ведь предупредили людей только за день до предполагаемого прекращения подачи услуг. Тогда жители СНТ рассказали, что все могло пройти спокойнее, если бы им дали возможность перейти на прямые договоры. «Я написала в мае 2018 года заявление на Пролетарской. Приложила все копии документов туда, как положено. И жду. Жду. Сказали, ждите, позвоним. Жду, 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 жду. Полгода жду. Ничего. Подошла сюда к кассиру, к Регине. Она говорит, а нет, говорит, ваши документы выкинули в мусорку. В мае 2019 года я по новой написала заявление, по новой приложила документы. Поехала туда, потом написала еще там заявление. Оплатила снова 550 рублей. И вот с 30 октября меня перевели на договора». Напомним, СНТ Карачи находится на стадии банкротства. Инициатором этой процедуры стала компания «Энергосбыт плюс». Перед ней у общества накопились миллионные долги. Чтобы они не росли, руководство Карачи приняло решение расторгнуть договор о поставке электроэнергии. Отключать 8 ноября не стали. Дали месяц, чтобы жители смогли закончить процедуру перехода. В воскресенье мы приехали в СНТ снова. Как оказалось, не все смогли переоформить документы. В некоторых случаях людей просто вводили, как они сами говорят, в заблуждение. Рекомендовали заключить договор не как постоянным жителям, а как дачникам, которые пользуются участком только летом. «Евиченко там сидел, и, я так понимаю, его секретари». «То есть руководство СНТ Карачи?» «Ну да, я так понимаю, это было сделано с той целью, чтобы мне поменьше платить за членские взносы. Конечно, я послушала совета, так как я в этих нюансах не разбираюсь. Все технические условия мной были соблюдены. То, что я уже даже оплатила квитанцию за то, чтобы меня опломбировали. Меня не перевели, не переключили». «Отключали якобы как садоводов, которые обслуживают свои участки только летом, не проживают здесь на массиве. Их, скорее всего, уже отключили». В понедельник от некоторых жителей стали поступать сообщения, что электричество им все-таки отрезали. Причем эти люди живут в СНТ постоянно, но, как и Мария Бохана, оказались в категории дачников, приезжающих только летом. По некоторой информации, жителям СНТ Карачи дали еще время для перехода на прямые договоры с поставщиком электроэнергии до 23 декабря. Это нам подтвердили и в компании «Энергосбытплюс». Сейчас короткая реклама на канале Урин ТВ. Мы скоро вернемся. Будьте с нами. И мы продолжаем выпуск. Теперь о происшествии в центре Оренбурга. Сегодня днем произошла авария. На перекрестке столкнулись три автомобиля. На перекрестке Пушкинска и Бурзянцева не разъехались три автомобиля. Столкнулись внедорожник «Шевроле», «Жигули» и «Лада Калина». Кто из водителей проехал на «Красный», пока выясняют сотрудники ГИБДД. Обошлось без жертв. Но вот владельцам отечественных легковушек придется загонять машины в сервис. Американский внедорожник отделался минимальными повреждениями. Будущим водителям придется учить больше билетов. ГИБДД предлагает увеличить количество теоретических вопросов в экзамене на права до нескольких тысяч. Сейчас в каждый экзаменационный билет входит 20 вопросов, а комплекты задач на категории АБ и ЦД включают по 800 вопросов. ТАСС приводит слова замначальника отдела Организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николая Геликова, который предлагает поменять саму процедуру проведения теоретического экзамена, увеличить количество вопросов в экзаменационном билете до 50 и увеличить количество задач в комплектах до нескольких тысяч. Ранее сообщалось, что ГИБДД планирует отказаться от экзамена на площадке штрафных баллов при сдаче практического экзамена. Мотивировали это тем, что кандидат должен управлять машиной в реальных условиях, а не на площадке, которая отнимает много времени. А экзаменатор должен оценивать недопущенные нарушения, а насколько уверенно и безопасно для других участников, управляет автомобилем будущий водитель. Вода капает с потолка, а бой отходит от стен. В таких условиях жители переулка Токарного живут не первый год. По словам жителей, многочисленные обращения в управляющую компанию, ЖКХ города ни к чему не приводят. А тем временем в квартирах становится все неуютнее. На полу стоят ведра, банки. Они собирают воду, которая капает с потолка. Вот это ведро у меня набирается ровно за час. Ровно за час. Каждый час я не сплю, я выливаю его. Сделать ремонт в квартире невозможно, рассказывает Галина Киреева. Хотя он просто необходим не только из соображений внешнего вида квартиры, но и из-за безопасности жителей. Постоянная сырость. Я не могу детей забрать. Вы понимаете, что мои дети живут у моей мамы из-за того, что здесь сырость стоит. У тех, кто уже сделал ремонт, проблем не стало меньше. Они только удвоились. Деньги были потрачены зря. Потолок и стены испорчены. Я вот сделал ремонт в зале, а толку от этого. У меня натяжной потолок, полный был воды. То есть он весь провис. Все обои отвалились. Смысла я вот не вижу сейчас делать здесь ремонт. Я уже лет пять не могу его здесь делать. Пытаюсь, все никак. Она текет, крыша текет. Текущий ремонт кровли проводили. Но жители говорят, что это не помогает. Нужен капитальный. Застопает. Крыша проседает. Этот бекрос опять лопается. Через эти щели опять заходит вода. В фонде модернизации рассказали, что капитальный ремонт кровли планировался. Но были обнаружены трещины на доме. Нужно провести детальное обследование здания. Без этого ремонт кровли невозможен. Управляющая компания и сами жители должны сообща решать этот вопрос. Но пока диалога не получается. Младен человек, вдруг пока грозит, с вами общается, вы игнорируете общение. Директор управляющей компании «Эксперт» рассказал нам, что о проблеме известно. Дом на балансе компании всего несколько месяцев. Денег на доме немного. Пока принимаются решения, что делать дальше. Но заверили, что решать вопрос в любом случае будут в сжатые сроки. Вредно оренбуржцам не чуждо. Оренбуржье на 32-й позиции в рейтинге российских регионов по вредным привычкам. Публикуют результаты исследования РИА Новости. При составлении рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений в нетрезвом состоянии, смертность от отравления спиртным, а также количество преступлений, связанных с наркотиками в 2018 году. По здоровому образу жизни лидирует Чечня, на втором месте Ингушетия, далее идут Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Сетия, а Оренбуржье заняло 32-ю позицию. У нас здоровый образ жизни придерживается 73% опрошенных. За год количество тех, кто отказался от вредных привычек, прибавилось. Оренбуржская область поднялась в рейтинге на 6% пунктов по сравнению с 2017 годом. А вот больше всего вредных привычек у жителей Ямала-Ненецкого автономного округа, который оказался на последнем месте списка. Выше него Камчатка, Магадан, Бурятия, Еврейская автономия и Сахалинская область. И еще немного статистики. На этот раз праздничный и отчасти вредный новогодний ужин в Оренбурге – самый дешевый в России. Аналитики подсчитали, сколько денег жители страны готовы выложить на горячительные напитки и продукты, чтобы отметить праздник. Согласно опросу, в Новый год россияне готовы потратить на алкоголь 3700 рублей. Это сумма третьей части от общих трат на праздничный стол, стоимость которого в этом году около 10 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Известия». Глобальная компания «Измеритель» Невосен проводила исследование с участием тысячи человек. 84% опрошенных намерены поставить на стол в первую очередь игристые вины и шампанское. На втором месте популярности вино, на третьем – 40-градусный напиток. Многие россияне покупают алкоголь на праздник заранее, а вот с продуктами не спешат. Спрос на них поднимается традиционно в предновогоднюю неделю, пик с 24 по 28 декабря. В продуктовую корзину входят овощи, фрукты, свежее мясо, птица, рыба, мясные продукты, сыры. Подсчитали эксперты среднюю стоимость новогоднего ужина на одного россиянина. Его цена – 446 рублей. Это на 16% больше, чем год назад. Под новогодним набором учитывали порцию салата оливье с вареной колбасой весом 150 граммов, столько же селедки под шубой, два бокала шампанского, два бутерброда с красной икрой и семгой, по 50 граммов сырные и колбасные нарезки, а также три мандарины и яблока. В Москве такой ужин будет стоить 539 рублей, в Красноярске на 100 рублей дешевле, в Санкт-Петербурге – 464 рубля, самый дорогой ужин будет на Чукотке – 668 рублей. А вот дешевлесть его отужинать в праздник можно в Оренбургской области. Аналитики высчитали, что в нашем регионе праздничный продуктовый набор будет стоить 360 рублей. Одни потратят 10 тысяч рублей, другие – не рубля. Траты оренбургцев на Новый год разнятся. Кто-то любит широко отмечать праздник, а кто-то считает его коммерческим, и покупать подарки или торжественно праздновать его не собирается. Были и другие причины. Ну, у нас вот новогодняя ночь выходит в районе 7,5. Это если мы куда-то пойдем вдвоем в подарки – это отдельная история. Но в среднем, если на каждого члена семьи новогодний подарок составляет 1000 рублей, то это опять не меньше еще 5000. Вот и получается в районе 15 тысяч рублей пойдет сам Новый год. Я планирую меньше потратить. Две-три тысячи, а не больше. Ну, на подарки уже побольше. Там, если с подарками считать, то, ну, может быть, там тысяч шесть. Мы чаем, но не так, чтобы тратиться много. Зачем? Ну, сидим с женой, сделаем что-нибудь, сядем, вино свое. Это чисто коммерческое. Эти подарки вводят так же, как все Хэллоуины, все эти. Это не наш. Тысяч 10-15. С учетом стола накрыть, подарки подарить всем близким, родственникам. Хорошо они живут, я хочу сказать. У меня пенсии 8 тысяч, что я могу потратить? Из них надо за газ заплачить, за свет, налоги. Че? Опасные сосульки, выброшенный хлеб, недовольные пассажиры и очередная находка. Подробнее о том, что беспокоит оренбуржцев, далее в рубрике «Народных новостей». Дежурный по городу. Опасно для жизни и для здоровья. На улице Ленинской, 61, с крыши дома свисают сосульки, которые вызывают опасения у горожан. Жители боятся, что они могут упасть кому-то на голову. Очевидцы выложили фотографию в социальные сети с целью предупреждения остальных и привлечения внимания ответственных лиц за ликвидацию сосулек. В управляющей компании «Форштадт» нам рассказали, сосульки на данный момент убраны. Здоровью горожан на этой территории ничего не угрожает. Хамство водителей или пассажиров. Не первый раз к нам в редакцию звонят люди и жалуются на пассажирский транспорт. Были и случаи, когда горожане выставляли фото и видео в интернет для обозначения проблемы. Говорят о том, что водители не принимают транспортные и банковские карты. Последними, на кого поступали жалобы, были 14-й и 18-й маршруты. Так, недавно мы показывали видео, где водитель швыряет пассажиру его же карту. В ассоциации перевозчиков в ситуации до конца разобрались. Оказалось, что у женщины не было денег на проездном. Водитель предупредил ее об этом, но она продолжала настаивать. Почему же нет какого-то мирного урегулирования конфликта, непонятно. Может быть, стоит с пониманием относиться друг к другу, не хамить и не швырять транспортные карты. Кому-то хлеб-голова, а кто-то его выкидывает на улицу. В социальной сети появилась фотография, сделанная на улице Чкалова. На ней видно, что рядом с мусорными баками валяются батоны хлеба. Многих возмутило такое отношение к продукту, но, возможно, те, кто выкидывал, руководствовался благими намерениями. Может быть, люди оставили упакованную еду на видном месте для голодных бездомных животных. В любом случае, не разобравшись ситуации, тех и других осуждать нельзя. Найден паспорт на имя Григорьева Андрея Константиновича, 83-го года рождения. Нашел его Владимир на улице 60 лет Октября, возле страховой компании. Просьба потерявших – откликнуться и позвонить к нам в редакцию. Нам интересны ваши новости, и не забывайте им делиться с дежурным по городу. Номер редакции на ваших экранах. На этом все новости в телевизионном эфире, но еще больше программ на нашем канале в Ютубе Орин ТВ Онлайн. И еще вы можете читать статьи, смотреть сюжеты на нашем новом информационном видеопортале Оринград.ру. К слову, там указан телефон, на который вы можете оставлять свои новости и заявки в удобном формате. Добрых вам новостей, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok